всем привет друзья с вами мама и сегодня будет для вас очень важный ролик потому что завтра выходит новые испытания также завтра будет уже отбор европы как вы знаете для снг региона пока нету его приостановили поэтому мы попытаемся попасть завтра европейский регион не просто там на халяву но играя конкретно непосредственно ходясь в имея локалках все игроки так что если это получится будет очень круто но это не на сто процентов что получится поэтому я сейчас опять снова не дома обязательно закидывайте лайк подписывайтесь на канал и еще чекайте в описании телега есть там все важные новости всегда заранее закидывать так что сейчас мы разберем три карты потому что триатлон ну сами понимаете по названию понятно что это типа спортивная олимпиадка и тубы будут конечно спортивные режимы но не на сто процентов так что сейчас музончик подрублю и погнали сразу к первой карте первая карта у нас будет баскетбол здесь сразу будет для вас небольшой совет так как эти режимы не очень легкие не советую играть с рандом и потому что вы часто можете всю команду перебить чел просто не забьет и все после этого же контрат ветка там уже с щитами вас добьют и скорее всего могут даже с ульты забить 3 3-звездочные если говорить вообще по персону тут супер много вариантов но учитывая то что карта очень открыто есть очень прикольный пик который я встречал ловля сейчас посмотрю если где-то баскетбол можно ли вам показать нет если нет то просто расскажу на словах что происходило и кто там был прям топовые кубки игрался на дом и мне попадались команды которые пушат здесь и конечно рандом тяжело было против них играть но у них были очень рабочие связки не к сожалению карты сейчас вообще никакой баскетбол не так что вообще ничего не смогу вам показать но из вариантов то что здесь есть это можно вязать по любому нижнюю сторону это взять можно гейла которая если что будет отталкивать персонажей которые вот агрессивно будет как можете испытаться проскочить забить гол такие тоже здесь был было там связки пчела но разнообразие очень много но давайте я вам предложу самых хороших персов а связку с ними вы уже сами выберете если говорить о дальнике это либо байрон пусть будет либо пчела оба хороши если по байрону хорошо так сказать накидывать на байрон то он очень жестко кошмаре плюс своих может тоже подъели чтобы он просто прошел и забил гейл нужно для того чтобы останавливать всяких танков мортисов вместо гейла можно взять эмс но гейл более универсально он и далеко бьет он и может там если вы с фризом будете играть они со стана потому что карта довольно таки раскрыта то вы можете постоянно фризить и помогать своим тиммейтом тогда будет легче соперников попадать и еще один момент 3 перс здесь глобули бы брали тары что-то еще но это не рабочая тема реально рабочая тема то что я увидел это стул причем со старкой не хилом а дальним прыжком потому что стука дано копит на ульту может просто проскочить накопить еще одна тычка в ульту и просто забить я помню пару раз попадался в моей команде и против меня и против 100 реально было тяжело играть когда еще тиммейты соповали поэтому если если вы вообще не уверены в пиках но знаете какие персы из этих персов у вас могут хорошо заходить на таро м скроу байрон гейл вы можете свою связку сделать ну исходя из того кто на ком хорошо отыграть ну а так если вот просто на вот прям прямо сейчас нужно взять пик и пойти уже играть я бы наверно попробовал бы взять байрона либо пчелу гейл и бы взял и взял бы 100 это универсальный пик может и против танков почти изи работать очень раскидать и против дальников он тоже будет кошмаре потому что 100 на дальнем прыжке очень непредсказуемые даже пока даже если он не сможет забить пока его ты будешь добивать он просто будет там отвлекать типы уже пройдут поближе и помогут на есть таро да таро конечно чертиками может поджать но этих чертиков будет всего три а карта очень раскрыто потому что в дальнейшем будет еще тяжелее поэтому такой пик погнали дальше к следующему режиму следующий режим по любому с рандомами вот вообще никак нельзя играть это вот эта погрузка а ее сейчас кстати нету на она будет только через 11 минут это просто пипец и сейчас давайте вам расскажу кто же здесь реально заходит прям очень жестко смотрите я играл с рандомами и там была связка вот помогу даже была этой карты если я вам не совру и было очень тяжело но прикол в том что вот этот пик это самая жесткая тема не считая того что вместо биби можно взять джеки что-то поменять я же показывал карту да здесь смотрите видите много стене здесь не прорисован путь как именно он идет но видно что немеренно стенок а это значит что это изи катка для барли и вы подумайте то там танки там мортис и джеки и биби но для этого есть гейл который будет отталкивать станете и вообще изи а биби отлично отлично атакует потому что она бьет сквозь тележку и это не все знают ты просто идешь к этой тележке ты простреливаешь там на том же спайке по биби а ты вообще не попадаешь она тебе битый 1 2 и как бы вот на этом общался но сейчас еще один момент расскажу есть одна недооцененная тема это то что здесь очень долгий распаун не знаю как футболе может вообще дольше ну супер долги поэтому если вы по проценте ком ведете сначала соберитесь от дефа 2-3 кило сделайте если то уже дальше можно быстро перед перебежать и забрать уже вражескую территорию даже на той же биби можно и защитно если на биби не особо хорошо играете не особо чувствуете дистанцию то можно взять джеки на ней может полегче есть был который тоже может залетать но вот вот учитывая особенности карты гейл и барли будет просто невероятно тем потому что они вдвоем тогда и что там никто не оставит то есть тебе нужно держать территорию барли постоянно этой территории кошмар если ты побежишь на него и важный момент у барли нужен гаджет заморозки чтобы если на него прыгали ты сразу замораживал отходил назад поэтому юзайте ребята это очень хорошая связка и принципе я даже не как-то не подскажу как ее поменять потому что но вот это самое универсальное можно как на рандоме такие пики перебить но вот допустим у нас видно даже что у нас команде рандомный тик был но может быть просто не знаю не повезло пацана а так вот примерно таким пиком на этой карте а будет 35 ранги поэтому это один сам жесткий окей и последний режим это у нас уже зачистка как он на русском будет звучать и эту карту вот буквально таки только недавно играли и сейчас есть пару вам хороших рассказов что же здесь можно взять но давайте одну сыграем чтобы основные принципы самой игры разобрать это уже потому что через семь минут и честно так что сейчас чуть возьму хорошенько и посмотрим кто там и зайца да это труда сейчас карта но есть хорошие принципы здесь либо играть полностью захватом кто здесь сто процент нужен это хотите не хотите здесь сто процент нужен кровь без разницы вы будете там играть от более ближняков которые будут занимать контроль либо же вы будете играть каким-то раскрытием неважно кровь здесь сто процентов нужно я вам скажу так что вариантов тоже очень много может быть надеюсь сейчас кстати лагать не будет но давайте посмотрим как пойдет игра круг как искал по-любому нужен есть еще и перс а есть короче связки мы играли с раскрыть его типа пайпер как сейчас здесь берут так далее но блин основной у ее заморозка основной прикольный момент это то что лидирует там будет тот кто захватит территорию а территорию там захватить можно например тоже тары уручил ты чего ну-ка отправляйся так лагает немного начать висит если если говорить вот сейчас данный момент о принципах самой игры допустим не о карте а вот об этом режиме здесь тоже как и баунти вы делаете пару киллов все можно спокойненько там где-то аккуратненько отступать и так далее и вот это было плотненько от фрэнка блин давайте ребят что-то они прямо вообще какие-то токсики давайте сначала их выиграем а потом уже а потом уже поиграем другое но если конечно получится у нас сделал мне бы бы сдал бы динамой блин подставляется крутой мансер тип не забирай ну боже блин хорошего ульта практически было если бы он свою траекторию не поменял так они сразу спасибо джинс задолбал просто миллитычки давать ой-ой-ой как же я там выжил просто жесть ладно мы побеждаем побеждаем давайте еще потихоньку нас все сейчас можно спокойненько там отсидеться пусть сами рискуют сами к нам проходит чё фрэнк домой отправлять ну типа типа еще пойму да он тип дизлайк в ответчик отправит но учет неудобно отсюда играть чуть лагает короче момент такой что если вы если вы допустим выберете играть за контроль то я вам предлагаю взять очень хороший пик очень жесткий я думаю что есть перси которые могут это остановить но если вы заберете контроль и будете просто палят по этой линии двигаться это будет вообще для вас очень хороший матч и я встречал такие команды это у нас тара кроу и пчела смотрите тара обходит по правой стороне я не могу вам показать но вот допустим по красной по красной точке покажу вот самая крайняя правая . она проходит право ближе к стене и там легче прятаться пчела идет через мид в ловлю можете даже щит взять у нее старку возьмите там щит старку чтобы если у вас заряжена будет чтобы щит был и так далее если против вас будет роза там танки морцы это вообще фигня главное чтоб тара соповала сразу встречала эти залеты по левой стороне это кроу если кроу допустим кого-то цепляет можно сразу заморозить дать килл остальные будут уже отступать и вот не идя на их базу вот здесь по кустам бегая просто забрать один-два килла и все отсюда уже сидит там таро копит ульту кто-то выбегает 1 сразу затягивает его все на контроле сидеть просто кошмарите даже там 20 ведете все не лезть пусть они к вам идут время будет поджимать они будут еще сильнее нервничать если говорить из вариантов что допустим кроу по-любому а пчелу пчелу можно поменять но допустим можно поменять на байрона который также может кошмарить но он тогда ну не очень меньше дамага нужно будет по нему на нем больше попадать и накидывать поэтому если если во имя не уверены то значит что на пчели полегче будет просто заморозил все две тычки дал можно потом ближе к синее пройти там вообще заморозку поставить если открыть и играть я скажу так что есть хорошие рабочие пики но они очень рискованно если вы не сможете занять вот этот контроль а старый вас вообще на изи могут подавить то дальше уже будет очень тяжело вот кроу просто бегать по этой линии на скорости если есть гирс просто замораживать и дальше расстрелюсь поэтому дам только один пик если хотите можете поменять я не рекомендую вот прислушаться на сто процентов ко всему моему я просто говорю из опыта что хорошо что нет а вы дальше уже делаете выводы сами и выбираете что вам по душе что лучше и знать поэтому на этом наверное будем подводить итоги попробуем тоже эту тему сыграть в общем с вами был и мы вас ждите ждите надеюсь хорошие новости так что всем удачи и всем пока завтра завтра напишите как у вас успехи